Новый агент Неймара, Ахмед, добивается для него контрактов не очень привлекательных. Он хочет его отправить, например, в Сельту или в Эмполи, где зарплата не очень высокая. Сам же Неймар не прочь был бы оказаться в Барселоне, но с этим возникли кое-какие проблемы, о которых вы скоро узнаете. Ну а пока Аль Хиляль является одним из лидеров и ему предстоит игра против Али Тихат, где у нас находится Фабиньо Канте и Бензема. Состав полностью восстановился, в принципе, изъянов никаких нету. Жалко, нельзя поставить Неймара на позицию центрального атакующего полузащитника. Ну и команды потихоньку готовятся к началу игры, мы видим Канте, но не видим почему-то Карима Бензема, скорее всего, он находится на банке. Ну вот и началась первая атака, Карильо на Нейап, ему по ногам бьют, но он все равно остается, не ноет, получает мяч и забивает 1-0. Немного бразильских танцулек, он научит своих партнеров, как правильно двигаться. Отличное начало матча, лидеры чемпионата открыли счет очень быстро. И Тихат в атаке, Канте, но у него удар-то слабенький, прямо еще и по центру. Поджимают, поджимают соперники, отличная позиция, был бы Бензема, забил бы, скорее всего. Аль Хиляль штрафной, играет в пас, отлично, Ней дальше, Морега. Мог увеличивать преимущество и дать еще одно голевое действие Нейу. А вот и Бензема выходит на поле, но никто больше ничего не сделал в этом матче, так счет и остался 1-0. Единственный победный мяч на счету бразильца. Очередное интервью, где Неймар говорит, что он уже адаптировался в новой команде. И ему становится все проще и проще играть. Ну и в этой лиге очень сложная ситуация, сильных соперников достаточно мало, а вот со слабыми показывать игры не очень интересно. Неймару и впрямь очень легко проходить защиту, особенно по флангам. Игроки обороны за ним просто не успевают. И на данный момент ощущается, что созданные голы это не такая уж и большая проблема для перехода в Барселону. В отличие от голов в девятку, но на эту тему мы поговорим попозже. Здесь есть небольшая загвоздка. Ну и между прочим, Нейбл номинирован на звание игрока месяца. Открыли еще один перк. Поставим ему меткий удар, потому что в требованиях у нескольких клубов есть голы из-за пределов штрафной. С этим, скорее всего, ему будет намного проще. По крайней мере, я на это надеюсь. Позади 10 игр у Неймара 5 плюс 4. Он самый результативный пока что в команде по голевым действиям. И Милинкович Савич, кстати, проводит отличный сезон, как для центрального полузащитника. Что нельзя сказать о том, кто в основном играет на позиции нападающего. Это Морега и Аль Шехри, у которых по два мяча у обоих не серьезно. Был бы Митрович, возможно, дела бы обстояли другим образом. Плюс еще ко всему, Неймар прибавил в рейтинге, теперь он 90. Как итог, все-таки бразилец получил свою награду за лучшего игрока месяца. Я на самом деле не помню, чтобы раньше из карьерных кто-то этот титул забирал хоть раз. Ответный полуфинальный матч этой Лиги Чемпионов я решил сыграть моментами. Не понял, почему у Неймара восклицательный знак. И было достаточно забавно, потому что местами появлялась вот такая штука. Неймар далеко впереди от всех защитников и делай что хочешь. 100% гол сам забивает, давай передачу. Короче, как-то слишком легко. Плюс забитые мячи иногда просто не попадали в моменты. Включается, например, такая штука, а уже счет 2-0. Откуда, почему, непонятно. Оказывается, где-то там между делом забил Морега. Но это еще не самая главная фишка моментов. Дальше будет интереснее. Ну а нам предстоит финал Азиатской Лиги Чемпионов, где вновь встретятся Аль Наср и Аль Хиляль. Это два сильнейших клуба по составу на данный момент. Так, ну вставки уже потихоньку слишком сильно повторяются и бросаются в глаза. Буквально 2-3 штуки добавили и все. Карильо с мячом, отличная передача на ход Шахрани. Он ему возвращает и удар прямо в защитника. Могли отличиться, но не в этот раз. Настала очередь за Аль Насром. Талиска, ух, Кулебали вовремя ногу выставил. Наконец-то Неймару дали потрогать мяч. Сергея выводит на ударную позицию. Ух, почти. Я думал, залетит. Это было близко, наверное, самый опасный пока что момент. Аль Хиляль идет в прессинг. Неймар забирает мяч. Отлично, может уйти по левому флангу. И передача сейчас пойдет в штрафную. Скорее всего, ух, прямо во вратаря. А спина аж немного содрогнулся. Морега там на им... Ну какой плохой заброс. Надо было вообще низом, скорее всего, отдавать. Ну, а какая обработка шикарная. Морега удивляет. Он опять с мячом. И отдает его великолепный пас на Малкома. А спина просто великолепен. Тащит в упор. Тут же подача от Неймара. Идет в штрафную. Там никого нету. 1-0 на 72-й минуте. Салем. Открывает счет. Сальтухи вертит, крутит. Ну и подача от Неймара отличная, как и удар в падении головой. И этого мяча было вполне достаточно, чтобы завоевать кубок. Аль Насер так и не смог отличиться. А Неймар получает свой первый титул. Ух, как выглядит трофей. Ужасно. Это даже не пенопластовый кубок. Это безликий пластиковый фрагмент. Да в детских соревнованиях кубки и то выглядят интереснее, чем этот. Ну неужели нельзя было как-то что-то придумать? Чем это безликое нечто. Это просто поражает иногда. Ну да ладно, им виднее. Как сделали, так сделали. Как итог, Салем стал лучшим игроком матча. Благодаря одному забитому мячу Неймар стал вторым. Он даже тут на картинке выглядит ну просто. Я не могу. Ну а Неймар и компания после того, как завоевала этот шикарный кубок, идут дальше в лигу. Ну и я дальше стал играть моменты против слабых команд. Симулировать как-то не очень хочется, но и полный матч играть в падлу. И вот здесь уже начались интересные вещи. Например, атака нашей команды, которая по идее должна быть перспективной, но просто мяч уходит в аут. Нет, бывают интересные моменты, например, как здесь, когда Неймар просто всех прошел и забил свой мяч. Но это не всегда помогает. В этом моменте, казалось бы, счет 3-2. 85 минут отыграли. И казалось бы, сейчас будет еще одна возможность сравнять счет. Но судья свистит и оказывается, что на 89-й минуте два мяча забили соперники. И общий счет уже стал 5-2. При том, что команда не то чтобы сильная. Так выглядит таблица после 10 игр. И сейчас предстоит встреча против лидера таблицы Аля Хли. Что означает этот восклицательный знак, я не понимаю. О, новенькая сценка, или я ее уже где-то видел? С самого начала игры Неймар уже по флангу рвется. Передача на Морегу тут может просто корпусом сыграть. О, пяточкой отдал. Красиво получилось Неймар в ближний угол. Тут же подача углового идет на Савича. Ну, он просто съедает всю оборону. Воздух он выигрывает почти со 100% вероятностью. Счет становится 1-0. Минди даже не ошелохнулся. Еще одна перспективная атака. А Морега отдает передачу там. Ой, Неймар бы мог получить. Но нет, Карелия его опередил. 2-0. Пока что без бразильца спокойно справляется команда. Ней, ух, как отдал. Успел на Морегу. И, ну, почему ты с его передачи не забиваешь? Бразильцу срочно нужно набирать результативные действия. Ух, как по бровке прямо обходит. По скорости. Вот о чем я говорю, что это не так сложно. На Морега, ну, почему ты не забила 5? Так закончился первый тайм. И в целом вся игра. Второй тайм был вообще без каких-либо опасных моментов. Неймару так и не удалось заработать ни одного результативного действия. Но, тем не менее, команда вышла на первое место. Лучшим в составе стал Карильо. Агент подыскал нам очередной великолепный вариант. Это Бохум. В Бундеслигу нас хочет отправить за 25 тысяч евро. То есть была 75. Он нам в три раза ее обрезал до 25. И это он считает подходящим клубом. Это какой-то сюрреализм. Очень бредово выглядит. Переходим опять к интересным моментам. У Неймара есть возможность навесить. Ничего не нажато, кроме кнопки бежать вперед. И мяч просто уходит за пределы поля. Едем дальше у соперника штрафной. А, впрочем, кому какое дело. Тут же Неймар подает угловой. Есть возможность сравнять счет, например. Долгая подготовка, подача. Ну, в другой раз. Это очень сильно удивляет и забавляет. Не помню, чтоб такое раньше было. Хотя я особо моментами и не увлекался. Тут у нас сольный проход. Мяч очень далеко от Неймара находится. Как минимум два игрока противоположной команды. Могли бы его забрать. Нет, они просто вокруг него пробежали. Ну, как так можно сделать? В общем, с моментами все не так просто. Но есть главная, главная проблема. Это условия выполнения контракта. Чтобы попасть в Барселону, нужно забить 4 гола в девятку. Два было забито. Но потом все голы он отказывался считать как в девятку. Я уже не знаю, что сделать. Я потратил на это 2-3 часа. Возьмем для примера пара ситуаций. Первый, самый простой, это пенальти. Неймар разбегается, бьет в правую девятку. Ну, по крайней мере, я так думаю. А вот игра так не думает. Это не засчитывается как один из голов. Думаю, ладно, там не такая уж и откровенная девятка. Может быть, надо прямо от крестовины почти, чтобы влетело. И буквально через какое-то время мы смотрим удар на Эймары из-за пределов штрафной. Разве это не девятка? Я даже нашел разметку ворот примерную, чтобы, ну, вдруг я чего-то не понимаю. Это откровенный бред. Даже в перспективе посмотреть, вот тень падает на штангу прямо в девятке. Но, видимо, перейти в Барселону не судьба. И нам нужно искать другой клуб, где не будет сильного левого вингера. Ну и где не будет условия забить в девятку. Так что это видео получилось коротким. Следующее будет, наверное, побыстрее. Мы закончим Саудовской Аравией и пойдем уже дальше в новый клуб. Ну, а на этом все. Скоро увидимся.